Здарова натуралы! Сегодня у нас будут очередные в поисках жуков, но в более нестандартном месте. Без лишних затягиваний предлагаю приступить к самому ролику. Так, значит, сегодня мы приехали на вот такой вот чудесный степ, поле. Хз, чё это? Наверное, всё-таки это лух или поле. Степью это сложно мне назвать. Она находится посреди леса, в котором проходили прошлые поиски, и этот ролик снимается в один день. Но из-за обилия материала я решил поделить их на два, так что наслаждайтесь всем, что я тут нашёл. А нашёл я много всего интересного. И вот почти сразу же на цветке какая-то красивая бронзовка. Очень интересный окрас. Давно такое не видел. Короче, забираю. Крутая штука. Нашёл какую-то крупную горбатку. Обычно не интересуюсь подобной живностью. Но она большая и красивая. Так что, думаю, заберу. Попробую расправить. Конечно, намучаюсь с ней. Но ладно. Опа-на! Я нашёл этого. Бурхуса. Жук-пилюля, короче. Видел их у мурашника в видео. Понравились они мне. Но я не знал, что они живут у нас. Вот. Теперь знаю. Надеюсь, его хоть видно. Вот ещё такого долгоносика нашёл. Долгоносик интересная вещь. Всегда меня привлекали. Но этого я, наверное, брать не буду. Слишком мелкий. Вы просто посмотрите на этот сок. Сколько тут этих бронзовок? Четыре? Пять? Офигеть. Чё-то их прям много тут. Ну, думаю, ещё две штуки я соберу. Вот тут как раз самка и самец. Ещё вот такую интересную жучару нашёл. Это, не помню, как называется, но это жук, который встречается только вот сейчас. В июне, может быть, немного в июле. Поэтому его надо собирать. Причём срочно. Вот такой жучара прикольный. Хочет улететь. Немного похож на бронзовку. И он вроде бы к ним даже относится. Но не факт. Надо глянуть. Ну, короче, прикольная такая штука. Пойдёт в коллекцию. Довольно крутой экземпляр. А ещё тут прям марера кузнечиков. И встречаются очень даже любопытные экземпляры. Тип вот этого. Я думал довольно давно коллекционировать кузнечиков. Всё-таки они довольно разнообразные и красивые. Но хз, короче. Мне не особо нравится расправлять их там с крыльями. И со всем этим. Но, возможно, чуть позже я возьмусь за коллекцию кузнечиков. Но пока что, наверное, не буду их брать. Хотя, может, если найду пару прям прикольных, то пособираю. Ну, они, блин, это, сереют при расправке. Точнее, при сушке. Это мне не нравится. Ну, ладно, отпускаем этого. Беги. Вот ещё эти бронзовки. Парочка. Но я их уже насобирал нормально в этом месте. Так что я этих брать не буду. Но их прям тут супер много. Прям в изобилии они тут. Крутой, красивый жук. Всем рекомендую найти. Но, как показывает практика, он очень какой-то региональный. То есть обитает только в каком-то определённом месте. Я лазил много раз по многим похожим биомам. И ни разу этих бронзовок не видел. А тут их очень много. Так что ищите место. Это подходит ко всем жукам. Если хотите найти что-то интересное, то не сидите на одном месте. Ищите в разных местах, в разных биомах. А вот прям возле этой бронзовки нашёл мешочницу. Её плохо видно. Давайте сорвём. Вот, короче. Тут сидит личинка. Вроде бы бабочки. Но не помню там. Но вроде бабочка из этого вылазит. Открывать мы не будем её, чтобы не повредить личинку. Но вот такая прикольная штука. Казалось бы, просто какая-то там семечка, шишечка. А нет. Это живое существо. Там сидит. Ладно. Давайте положим её где-то аккуратно. На листик. И идём дальше. За жуками. Это не совсем тема для в поисках жуков. Но вы посмотрите, какую огроменную улитку я нашёл. Это виноградная, вроде бы. Но она раза в два больше, чем все обычные виноградные. Это уже охотина какая-то. Даже у меня охотины дома. Меньше этой громадины. Вот такая вот здоровенная штуковина. Я вообще не ожидал, что они такие огромные вырастают. Опа. Листоеда интересного надыбал. Красный, как помидорка. Красивый довольно. Таких у меня в коллекции нет. Листоедов я очень люблю. Уважаю. Поэтому его заберу, естественно. Очень крутые жуки. Правда, в расправке это капец. Но они того стоят. И как приятнейшее дополнение, уже хотел уходить отсюда. И нашёл гладкую бронзовку. Это кайф. Это невероятно крутой жук. Она офигенная. Она здоровая, во-первых. И она капец красивая. Она выглядит как экзот. Я немного запинаюсь. Я прям очень рад, что её поймал. Офигенный жук. Только она без лапы, правда. Где-то потеряла. Но ладно. В любом случае, находка кайф. Итак, наверху этого небольшого поля предлагаю подытожить, что же мы сегодня нашли. Итак, бронзовочки. Тут самка и самец. Тут хезе кто? И вот тут ещё самка и самец. Я хочу расправить их так, чтобы там одни были без крыльев расправлены. Просто как обычные жуки. А вторые с крыльями. Так будет прикольнее. Вот такая прикольная штука. Тоже интересный жучок. К сожалению, в единственном экземпляре. Пилюльчик. Жук-пилюльчик Бурхус. Бурхус СП. Крутой жук. Не знал, что они у нас сводятся. Офигенная находка. Листоят прикольный. Красненький. Помидорка. И самый сок. Гладкая бронзовка. Офигеть. Обожаю их. Очень рад, короче. На этом закончился наш поход. Надеюсь, вам понравился данный ролик и данная рубрика в целом. Ну, а на сегодня всё. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok